Добрый вечер, здравствуйте, друзья! Континентальная хоккейная лига приглашает всех вас в Ярославль. Арена 2000 локомотива. Лев, пас вдоль борта, подхватывает шайбу Бут, двигается сам, бросает и забивает! Просто протаранил оборону московского Динамо Даниил Бут. В предыдущем матче два молодых игрока локомотива отличились, Симышев и Сурин. Да, Береглазов забрасывал третью шайбу уже в пустые ворота. И сегодня тоже хорошее такое агрессивное движение Данила Бута на ворота, причем с контролем шайбы. Причем и вытащил сам, и момент себе создал просто великолепный. И бросил, и подобрал, и добил, и со второго раза, да, со второго добивания фактически. Рафиков, ну, после этого сумел отправиться на смену сам. Шулунов. Гор! Ничего себе! Максим Шулунов напоминает нам в очередной раз, что он один из выдающихся снайперов континентальной и кокейной лиги. Уже в этом чемпионате успел забросить пять победных шайб. Ну и сейчас лазерный по точности бросок демонстрирует. Да и сила такая, да, то есть уже без усилий вроде как выдавили туда к синей линии на периметр. И с такого короткого замаха фактически одними кистями, да, но великолепный по силе бросок. Динамо разыгрывает шайбу Гусев. И вот момент, и вот заброшенная шайба 2-1. Динамо реализует первое большинство. Причем Никита Гусев, судя по всему, несколько раз искал передачи и в этой ситуации тоже всем видом показывал, что будет делать прострел вдоль ворота, но нанес бросок в ближний угол. Так что первое большинство, все было в порядке у локомотива до момента первой пропущенной шайбы. Ну и эта шайба пропущена в меньшинстве. Смотрим еще раз. Нет, тоже похоже, что было передача, и там без ликошета не обошло. В первом периоде все было в порядке. Но вот здесь вот выиграть бросование не смогли. Ух ты! Ильенко! Он забивает! И не празднует. Ну, мы понимаем, почему. Характерный жест. Ну, а пообниматься с партнерами можно. Ну, вот, пожалуйста, да. Динамо действительно неважно смотрелись на точках в первом периоде. Там проиграли 4-14. А вот сейчас выигранное вбрасывание, и бросок ничем не хуже, чем у Максима Шелунова. Да, только немножко с другой стороны и в дальний угол заряжается. Идет передача Радулов. Радулов сегодня неплохо, но сейчас шайбу потерял. И вот момент у Динамо. Гол! 3-2! Динамо забивает три шайбы подряд. Ну, и вот это произошло после того, как потерял шайбу в средней зоне Александр Радулов. И москвичи уверенно реализовали этот выход вдвоем против одного. Никита Буруянов появился тоже со смены. Появился только-только, получил передачу от Никиты Гусева. И момент он своим воспользовался тоже здорово. Поднял шайбу под перекладину. Первая заброшенная шайба в этом сезоне. Ну, и на самом деле вот это усиление из Динамо Санкт-Петербург. Было здесь и в одной победе поучаствовал Ярославлев. Стрельба с дистанции, но ближе попросту не пускают. Да, защитники-то поливают и довольно неплохо шайбу доставляют на пятачок. А вот там как точное попадание Артур Каюмов. 3-3! Локомотив сравнивает. Причем там действительно пространство у Синерини это побольше. И поэтому мы видели в большинстве, так пытались Никулина выводить. Да, он специально закатывался там получше, потом сближаясь с воротами бросал. На этот раз бросал Каюмов. И в конечном итоге, ну, сняв вратаря там почти за 3 минуты до окончания третьего периода, Локомотив сумел создать... Александр Радулов! Вот так забивает Александр Радулов. Был заметен в сегодняшней игре. Создавал моменты себе, партнерам. Ну, вот тут клюшка не подвела. Ну, и бросок хороший, да. Верхом поднял, там ловить фактически нечем. Сидриг Пакет. Тут надо обязательно забивать. А Пакет не забивает. Ярославский Локомотив одерживает свою пятнадцатую победу в этом чемпионате. Пятнадцатая победа в девятнадцати матчах. Тридцать два очка. Уверенное лидерство не только у себя на Западе, но и во...